Всем добрый день, меня зовут Умяр Фабдаджимиль, я ученик 10 класса. По итогам последних выборов я стал президентом Солнечно-Долинской общеобразовательной школы. Хочу поблагодарить всех учащихся, которые проголосовали за меня. Я очень ценю их доверие и постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать их надежды. Параллельно с общеобразовательной школой я также хожу в музыкальную школу. Уже 8-й год, хожу на класс, занимаюсь по классу скрипка. Мой преподаватель Байра Малилина Росмановна, также я участвую в ансамбле Доминанта. Мой руководитель Булавченко Альвина Васильевна. Также я посещаю частные уроки английского языка. Мой преподаватель Петрова Людмила Михайловна. В моей жизни очень главную роль сыграли мои педагоги, за что я им очень благодарен. Это учителя не только с общеобразовательной школы, а также это учителя с музыкальной школы. Это мой репетитор. Всем я им очень благодарен. И хочу сказать слова, которые я услышал на тренинге. Человек может дать то, что имеет сам. То есть, к примеру, у меня есть конфета, и я могу ее вам дать. Если у меня и нет, я ее не смогу вам дать. То же самое и здесь. Если учитель обладает преимущественно положительными качествами, он сможет это воплотить в своего ученика. Я считаю, что все мои педагоги имеют очень много различных положительных качеств. И каждый из них оставил во мне чуточку себя, за что я им очень сильно благодарен. В прошлом году моя тетя ходила на специальные курсы и увлекла меня таким искусством, как Эбру. Это довольно-таки древнее искусство. Оно зародилось на Востоке. Это рисунки на воде. То есть, да, я занимаюсь рисованием на воде. Это действительно очень увлекательно, захватывающе. Особенность этого искусства заключается в том, что это довольно-таки необычное искусство. Вы рисуете на воде. Можно рисовать различные узоры, цветы, но нельзя рисовать различных животных. Ну, то есть, это просто не получится все-таки вода, такая жидкость. А потом они переносятся на бумагу. И можно нарисовать довольно-таки очень красивую картину. При этом человек может не обладать художественными способностями. Просто нужно показать и научиться. Это, в принципе, не так и сложно. Однако, мастера, которые уже знают все тонкости, учились этому несколько лет. То есть, чтобы познать тонкости, нужно обучаться долгое время. Также я очень люблю путешествовать по горам. Я живу в селе Солнечная долина. Это действительно очень красивая местность. Есть очень много скал, гор. Я путешествую, чтобы просто морально отдохнуть. Также мой дедушка очень много рассказывает мне о тех горах. То есть, по всем этим местам ходили когда-то мои предки. Мне действительно очень интересно, все-таки, где они жили. И свободное от уроков, от моей деятельности время, я посещаю горы и скалы. Это было очень на многих скалах в селе Солнечная долина. По словам президента, я понимаю человека-лидера, который может повести за собой группу людей, то есть, какое-то общество, народ. Повести не просто по какому-то пути, а по правильному, истинному пути. Также эта сильная личность, во-первых, должна принимать быстрые и правильные решения. Этот человек должен обязательно прислушиваться мнению народа, то есть, тех людей. Он не должен только слушать себя, то есть, он должен слушать других. И затем анализировать и принимать решения. Узнав о том, что в школе будут выборы, президентом я хотел стать. Затем мы это... Вообще началось с того, что мы начали это обсуждать с классом. Класс почти единогласно проголосовал за меня. Были и другие кандидаты, но решили, что все-таки выдвинуть с моего класса меня. Затем состоялись выборы, на которых я в довольно-таки большом отрыве оторвался от других кандидатов и занял пост президента. Кандидатов, если не ошибаюсь, было около шести. Да. Ну, из них я был самым старшим. Получилось, что так, да. То есть, сильной такой агитации не было. Я просто общался с детьми. Все прекрасно меня в школе знают. Знают, какой я ученик, какой человек. И, в принципе, со всеми я был в хороших отношениях. Ни с кем не было каких-то ссор. У всех я интересовался, что они считают по поводу выборов, будут ли они голосовать, захотят ли пойти, что они хотят изменить в школе. И тем самым создал свою программу, свои цели. И попытался все-таки улучшить жизнь учащихся, чтобы жизнь в школе была не только увлекательной, но еще и были какие-то развлечения. Основной пункт – это развитие школьного сайта. Да, у нас появился школьный сайт, и я хочу, то есть, развить его, чтобы все ученики могли легко туда заходить. Также у меня есть такой пункт – это создание школьной конституции, утвердить ее. Кстати, она уже была создана, я все-таки, я уже выполнил этот пункт. Это обещание. Кроме того, у многих выпускников есть такая проблема с поступлением. Я решил проводить различные консультации, мероприятия по поводу профориентации. Различные опросы, чтобы ученики могли знать, чтобы тесты показывали их результаты, и они могли определяться в дальнейшей, то есть, какие будут у них профессии. А вот сейчас работаю над созданием своей команды. Потому что, то есть, для президента очень важна его команда. Без команды работа просто будет неэффективной. Один президенту не справится. Конференция для меня была очень увлекательной, она была довольно-таки масштабной. На ней было около 500 президентов, 526, если я не ошибаюсь. Я познакомился с президентами Судакского района. Мы с ними довольно-таки хорошо пообщались. Также увидел лидеров других школ. Это было очень интересно, но больше всего мне понравился тренинг с психологом. Мы узнали довольно очень много информации. Во-первых, каким должен быть лидер, его качество, каким должна быть команда, сколько человек должно быть в ней, каким должен быть сам президент, чтобы его работа была не только эффективной, но и цели были реализованы. Моя семья отнеслась к этому очень, то есть, она обрадовалась. Ей было очень приятно, что я стал президентом. Друзья также очень рады, то есть, что в числе их есть президент. Но никакой зависти не было, так как я со всеми, повторяю, в хороших отношениях. Мы все очень радуемся друг за друга, все очень меня поддерживают, за что я им очень благодарен. Своим коллегам я хочу пожелать, чтобы они создали свою команду, команду действительно настоящую, чтобы работа их была эффективной, все цели были реализованы. Кроме того, конечно, я желаю им удачи, успехов в дальнейшей работе. И хочу сказать, что при любых обстоятельствах нужно оставаться человеком, даже если ты президент или простой рабочий, например.